Всем привет, ребята, это Шахматный Феникс. Мы продолжаем с Артёмом брать планку 2000 на час темпа. Итак, приступаем к новой задаче. Поехали. Поехали, да. У нас уже лишнее качество. И у нас очень активные фигуры. Я думаю, здесь при такой активности, ну, как минимум, должна находиться какая-то тактика. Вот пока в упор ты её не разглядишь. Хотя, вот смотри, есть идея ладья Д8. Да, очень хочется закинуть ладьё на Ж8, а потом на король Ф5 ферзь Х7. У нас, видишь, а, ферзь Х7. Это мат будет или как? Ну, закроется ладьё и мат. А нет, нет, нет. Нет, стоп, он же бежит на Ф4. Смотри, ладья Д8 нас забирают на Е4 в этом идее. Да, точно. Смотри, ладья Д8, а, кстати, может быть, есть какой-нибудь тихий ход? Вот, дело в том, что нам нельзя убирать ладью на Е4. И тут очень всё тонко. Я уверен, что нам нужно её пожертвовать, и нам нужно дать мат. Потому что грозит мат на Ж2 нам. Ну, смотри, давай посчитаем вот такой прямой вариант, как ладья Д8. Ладья Д8. Ну, допустим, ферзь Е4. Да. Ладья Д8 — это ход чуть ли не единственный. Согласен? Конечно. Ладья Д8... Ну, отходить на А6 — это просто под мат. Путём, видимо, ферзь Ф8. Согласен, да, со мной? Ну, не мат, но мы там точно съедим очень много, и там что-то найдётся. Так, ну, я просто считаю дамат сейчас. А вот, отходить на Ф5. Отходить на Ф5 — это... Стоп. Он убегает на Ж4 и Ф4. Итак, дорогие друзья, мы считаем вот этот вариант. Ладья Д8, ферзь Е4. Вот, давайте я вам покажу. Ладья его... Ладья Д8. Так, лучше с фигурками не играться. Ферзь Е4. Ладья Д8. Если король А6, то ферзь Ф8. Если король Ф5. Если король Ф5, то очень хочется дать шаг с Х7. Тогда он убегает. Тогда он убегает через... Стоп, а куда он убегает? На Ф4. Мы с Х7 же... А, Ф5, ферзь Х7, Ф4. Если он убегает... А, на Ф4, Ж3 не работает, да, у нас? Там просто есть какая-то идея... Если он, то есть... Ну, ты же видишь, да, если он убегает на... А, нет. Что-то я перебыл. Я думал, что если он убегает на Ж4, то мы играем Ф3. Но... Ну, как бы, двойной удар, да? Да. Но, по-моему, он не работает по причине ферзь Ф3. Потому что на Ж2 связано. Да, смотри, можно же на Ф6 навалиться еще раз. А, ладья Д6. Вот еще можно посмотреть. Да. Мне кажется, так прямолинейно убивает. Ладья Д6. Ферзь С1. Король Х2. Бежали. У ладья Д6. Если съест на Ф4, ферзь Ф6, ну тут точно мат. Ну, да. Ну, я предлагаю исполнить твою идею. Давай еще раз посчитаем. Ферзь Д6, ферзь Е4. Допустим. У ладья Д6 мат в один ход. У ладья Д6 мат в один ход, да. И защиты не видно. А если он не ест? Защиты нет этого пункта? Ну. У ладья Ф5. А, у ладья Ф5 просто ферзя следит. Да. Пробуем? Да. Так. Это мы с тобой даже не читали. Видимо, в этом была вся трудная задача. Да, но видимо не нужно брать ладью. Вот просто куда-то идти. Ну, смотри, на Ф1... Там слон подключится. Слон подключится. Ну, если берем ладью, то там ферзь очень неприятно влезает. Ферзь Е4 и все защитилось. Да. Ну, за наш... Король Ш1 как играть? Король Ш1, ладья же 1. Ну... Тут точно возьмем. Да, потому что уже без шаха берется на вечно. Но нужно играть Король Ш1, я думаю. Да. Или Ф1. А в чем разница? На Ф1 слон на А6 подключается. Да-да-да. Так, ну тут нам просто отдали ферзя, и мы забираем ферзя. Да. Но это была не очень тяжелая на самом деле задача, но мы очень много времени потратили на обсуждение вариантов. Ну, да, в них задача... Так. Вариант очень замачен из переведения у ладьи и жертвы на Е4. Мы с тобой просто радостные шахматисты и все время считаем к еду жертвы. Хотя есть пути гораздо проще. Итак, 4 минуты мы потратили. Приступаем к новой задаче. Почему-то у меня не грузит интернет или это проблема. Нажмем пока на паузу. Что-то случилось с интернетом или нет. Итак, мы продолжаем с Артемом решать задачи. Пытаемся набить 2000 на час темпа. Уже у нас 1750 практически. И черные пошли к конь на Е3. А конь на Е3, как говорит мой знакомый, очень неприятная фигура. Смотри, у нас напали на две фигуры. Но мы сами можем вилку поставить. Ну, а она не даст что-то вообще или нет? Вот я смотрю. Мы мат можем дать вообще. По первой. По восьмой. Вот надо идея клеить с матом по восьмой. Я только сейчас обратил внимание на то, что линия вскрыта. Смотри, конь на Е6. К примеру, конь на Е6. Ну, тут черные могут нас просто обезоружить путем ладья Д1. Ну, и смысл. Конь Е6, ладья Д1, ладья Д1, конь Д1. И мы берем... А, мы еще берем... Стоп, мы берем на Ц5, да, в конце варианта? Да. Мне кажется, тут идея в том, что нужно выбрать, какую ладью бить. Мне кажется, конь Е6 это чуть-чуть не строго единственный ход, первый. Ну, обязательно, потому что другого не видно. Напали на ладью и на коня. Ну, контрудар нужен здесь вот. Ну, я думаю, играем, да? Ну, давай. Да, и вот, кстати, с той же идеей. Смотри, если мы бьем ладью... Он однозначно конь Ж2. Да, конь Ж2. Стоп, а если мы сыграем у ладья Е2? Сейчас? Да. Ну, мат получим. Ладья Д1 и мат. А, точно, ладья Д1 это мат будет. Вот. Поэтому... Стоп, смотри, есть какая идея. Надо конь Д8 считать. Да, конь Д8 и на конь Ж2 ладья А8. Так. Ты это имел в виду? Да, вот что-то подобное. Но вот дальше что? Вот он уведет коня, например, там, конь Ф4. Мы же матом грозим. А, да. Тогда он защитится от мата, там, Ж6-Р6. Мы верим коня. Вот, да. Вот это уже поинтереснее. Я думаю, нужно исполнять. Да. Конь Д8... Давай еще раз перепроверим для злиться. Конь Д8. Допустим, если он берет здесь... Ну, это без качества позиции. Мы нападаем на коня элементарно и ведем пешку Ферзи. Тут не о чем говорить. Конь Д8, ладья Д8... А, стоп, подожди. Конь Д8... Конь Ж2. А, конь Ж2. Да. И, вместо того, чтобы взять коня, мы играем у ладья А8. То есть, мы... Ладья А8? Да, защищаем коня и грозим матом по 8. При этом висит конь. Если он играет какой-то в G6, там, или А6, то есть, избегая этого мата, мы играем... Король бьет G2. Я не вижу защиты. Я тоже. Задача решена. Так, сколько у нас уже идет запись? Надо посмотреть. 8 минут. Ну, давай последнюю, Актембур. Да. Так, ну, если никаких травм не возникнет... Вроде бы может показаться, что мы даем мат, но слон на F8 защищает. Так, какие еще идеи могут возникнуть? Да, двойной удар здесь, я думаю, какой-то. Вообще, мы можем слона съесть, ой, коня съесть на C5. Можем. А в чем? В чем прелесть? Смотри, позиция. Позиция черная. Вообще, просто у нас лишний... Сейчас будет лишний конь. Ну, смотри, в чем идея? Будут нашего ферзя пинать, чтобы мы оставили слона без защиты. Какого слона без защиты? А, а как его будут пинать? Ладья, ферзь, ладья? А каким будет? А, вот да, вот ладья А5, например, даже. Ладья А5? Но ферзь Е3, и мы стоим. Ферзь Е3, мы просто крепко стоим. Да. С лишней фигурой. Да, субьем. Я не вижу ничего. Давай. Ну, ферзь Е3. Что запланируем на ферзи? Смотри, ферзь Е3, идея в том, что на слон С5 или ладья С5 мы бьем ферзя. Да. А на взятие нашего ферзя на Е3 мы бьем слоновым. И у нас лишний фигур. Да. Ну, все. Вот за минуту справились. Част-темп у нас вообще сейчас. Так, всем спасибо за внимание. Для вас задачи решали на Част-темпе Артем Капустин и Кирилл Широпов. Всем пока.